Хорошие мои, всем здравствуйте! Сегодня я будем готовить заготовки полуфабрикатов в морозилку из птиц. У меня две тушки цыпленка-бройлера, вот так вот они выглядят. Где-то 2-2,5 килограмма каждый цыпленок. Каждого цыпленка я разделила на крылышки, окорочка, сняла кожу, отделила в филе грудки. С окорочков также убрала косточки. И начнем наши заготовки с приготовления фаршированных шампиньонов и рулета куриного с грибной начинкой. Они будут немножко похожи. Для фаршированных шампиньонов нам понадобятся сами шампиньоны, лук репчатый, морковь свежая и немного куриного филе. Грибы я почистила, вот эту вот, знаете, вот пленочку верхнюю, вот эту вот все я поубирала. Возможно, кто-то этого не делает, но я это убрала. Это я считаю, что будет чисто, гигиенично, хотя грибочки я помыла вместе с кожицей, но там все равно кое-где вот это какой-то мусор, вот это какая-то земля, крупинки земли. Все это я поубирала, отрезала от ножки основание, ножку тоже почистила, а кожица хорошо удаляется с грибочка. Ну и вообще я считаю, что как бы он чистенький такой становится, красивый грибочек. Для фарширования нам нужно будет убрать вот эту вот ножку аккуратненько, ее можно убрать ложечкой чайной. Также нам нужно будет убрать еще внутри гриба, внутри гриба нужно будет убрать вот эти вот споры коричневые. Это все тоже можно убрать ложкой чайной. Все это мы складываем в тарелочку, оно нам пригодится. Вот эти вот ножки, споры, ножки мы меленько нарежем и все это обжарим. это пойдет в начинку. Грибочки подготовим. Далее нам понадобится репчатый лук. Нарезаем его меленько. Это будет очень удобно начинять потом грибочек. Чем мельче нарежете, тем лучше. Репчатый лук. Затем нам нужна будет морковка. Морковку можно также меленько порезать или натереть на терке. Я ее натерла на терке и все это буду обжаривать. Обжарю сначала лук на растительном масле на сковороде, затем вот такую вот морковку обжарю, все это перемешаю и уберу с плиты. Именно вот эти овощи. Потом буду обжаривать филе куриное уберу, а потом обжарю грибочки и тоже уберу, все это перемешаю, добавлю приправы. Можно взять приправу для курицы сюда, добавить немножечко соли по вкусу и черный молотый перчик. Вот такая вот начинка вкусная получится для фарширования грибов. И далее мы будем делать рулеты. Для рулетов начинка будет то же самое. Обжариваем лук, морковь, грибы обязательно обжариваем, но филе куриное можно не ложить. Но так как я буду делать начинку общую на грибочки и на рулеты, то у меня в рулет тоже немножечко добавится куриного филе. Но это не обязательно, так как в курином рулете уже будет куриное мясо, поэтому это не обязательно. Но эту начинку можно сделать и проще. Я обжаривала все сразу, все в одной сковородке, все сразу перемешивала. Изначально я жарила куриное филе, затем добавляла лук, морковь, потом добавляла грибы, добавляла специи, все перемешивала и уже тушила я под крышкой, чтобы вот все это пропарилось хорошо, особенно чтобы филе приготовилось. Вот можно сделать и все приготовить сразу одновременно. А можно разделить? В этом видео я разделяла. До этого я готовила все вместе, а в этом видео я все ингредиенты разделяла. Хочу сказать, что вот эта начинка, которую я готовлю, она идет на два блюда, на фаршированные грибы и на рулет, поэтому начинки будет довольно-таки нормальное, приличное количество. Обжариваю лук. У меня здесь две средних луковицы. Вот так я подготавливаю грибы. Удалила ножку, удалила внутри вот эти вот споры, где-то не получилось, ничего страшного, но самое главное, как можно больше вычистить внутри, чтобы получилась такая вот чашечка, чтобы было удобно потом нафаршировать этот грибочек. Вот, все я там убрала, смотрите, как да. Все, что осталось грибочков, ножки, споры, все это я буду нарезать меленько, и это пойдет в начинку. Также какие-то грибы, которые поломались, они тоже пойдут в начинку. Вот видите, у меня тут грибы сломались, какой-то маленький грибочек. Вот все те грибы, которые не пойдут на фарширование, да, смотрите, что они как-то вот отличаются, они поломанные, они пойдут в начинку. Вот этот тоже гриб я опущу в начинку, потому что мне грибной начинки нужно будет побольше, так как еще рулет я буду делать, поэтому я еще возьму вот эти вот грибочки. Вот этот вот, который убрала я ножку, хотела нафаршировать, но решила, что не буду этого делать, что порежу я его лучше в начинку. Вот смотрите, ингредиенты у меня уже подготавливаются. Морковь обжарила, она у меня отдельно, потом будем все смешивать. Я еще добавила в морковь немного чеснока, пару зубчиков чеснока. Обжарила грибочки, они сразу будут выделять много вот влаги, жидкости, но потом будут жариться грибочки. Сейчас я обжариваю куриное филе. У меня здесь немного, здесь вот два маленьких филе. Я нарезала его меленько, его тоже нужно резать мелко, чтобы вот начинка хорошо поместилась в грибочек, как можно мельче. Далее все пассерованные ингредиенты я смешиваю в тарелочки. Это у меня здесь пассерованный лук, морковь, куриное филе и жареные грибы. Все это я перемешиваю. Вот этой начинкой будем фаршировать наши грибочки. Смотрите, какие они красивые получились. Наполняем начинкой как можно больше, как вот сколько поместится в грибе. Дальше их приготовить можно двумя способами. Можно готовить их в духовке запекать, но при этом накрыть их фольгой или вот у вас есть какая-то такая форма с крышкой. Или можно жарить в сковородке. Но я вот знаете, получается, первый раз готовила в духовке, но они немножко такие суховатые получились. Вот этот раз я готовила их на сковороде. Я, получается, смешала сметану с водичкой, добавила туда любимые приправы. Можно взять любые, какие хотите. Добавила немножечко соли, черного молотого перца. Залила вот этой вот сметаной. Можно сливки взять. И тушила под крышкой минут 30-40. Время я говорю примерное. Ориентируйтесь по своей плите. Время я говорю примерное. Возможно, у нее даже 20-30 минут, так как начинка уже готова. Ее можно кушать. А осталось приготовиться только грибочку. Поэтому, ну, 20-30 минут, наверное, вот где-то так. Ну, смотрите по готовности своих грибов. Такие грибы можно сложить в контейнер и заморозить, но мы приготовили их сразу. Готовим грибочки в сметанном соусе, можно в сливочном, под крышкой на среднем. Наши грибочки уже почти приготовились. Вся сметановодная жидкость выкипела, потому что я отвлеклась. Но это ничего страшного. За 5 минут до готовности посыпаем грибочки сыром. И вот такая красота у нас получилась. Они сочные, вкусные, мягкие грибы. Даже без бульончика получилось очень вкусно. Далее готовим рулеты. Начинка, то, что осталось из грибов, вот эта начинка пойдет в рулеты. Берем кожу от курицы, которую мы сняли. Здесь две кожицы. Сначала одну кладем и под низ немножечко в захлест вторую кожицу. Куриную грудку нарезаем ее на отбивные. У меня для рулета понадобится 4 штучки куриных отбивных. Грудку можно слегка отбить, но я этого не делала, так как уже была ночь, я не стала рисковать, потому что вся моя семья бы уже проснулась. Поэтому я положила грудку так, как она есть, не отбивала. Посыпала я ее приправами любимыми. Это обычная приправа для курицы, немножечко соли, перчик молотый. Вы можете взять любые другие, которые вам нравятся. Приправа должна быть с двух сторон, чтобы она просолилась, чтобы была ароматная, вкусная. Если в каких-то местах кожицы не хватает, как у меня в данном случае, в каких-то местах она пустая, нету. Можно прикрыть другими кусочками кожицы, можно где-то мясом прикрыть. В общем, смотрите, все по ситуации. Нужно для того, чтобы начинка не выпадала. Далее начинку кладем на куриную грудку, вот прям вот так вот разравниваем все, и будем аккуратненько скручивать это все в рулет. Рулет я кое-как скрутила, да, это было немножечко проблемно. Закрутила я его сначала в пищевую пленку, затем в пергамент. Перед приготовлением я сниму пергамент и пищевую пленку и закручу рулет в фольгу. Буду готовить его в духовке 200 градусов до готовности примерно минут 40-30. Ориентируйтесь по вашей духовке и смотрите, какой классный рулет, сочный у нас получился. Жирненький, вкусненький. Это просто не передать словами, он получился действительно очень вкусный. Вместо куриной курицы можно использовать куриная корочка без костей. Слегка отбить, присыпать приправами и закрутить начинку. Далее готовим заготовку из крылышек. Из двух куриц у нас получилось 4 крылышка. Я считаю, конечно, это, наверное, маловато для двух взрослых людей. Если приготовить на ужин или на обед просто на две порции, то, в принципе, думаю, достаточно. В крылышки я добавила приправу вот такую для курицы. Я ее везде, можно сказать, сыплю в курицу. Дальше добавила немного майонеза, хмели-сунели. Много соли перемешала в пакете и отправила в морозилку. И здесь косточки. Это позвоночник, ребра, крестец. Из двух корочков косточки. Они пойдут на суп, на бульон. Также можно будет приготовить холодец. Но в холодец нужно будет еще добавить немного куриных лапок. Бульон или холодец получится очень наваристый. А также можно будет снять еще мясо с костей. Хорошие мои, смотрите, что у нас получилось. Здесь у нас отбивная будет. Сделаю ее или отбивной, или мясо по-французски. Ну, вот думаю, что мясо по-французски буду делать. Это грудка. Вот так вот нарезана тоненькими пластиками. Здесь 11 хороших вот таких вот кусочков. Я их так сейчас заморожу. Потом, когда мне нужно будет, я достану. Оно у меня размородится. Слегка их отобью. И будем готовить. Думаю, что все-таки вот мясо по-французски будет. Будем готовить из них мясо по-французски. Так, дальше. Здесь у меня соломка из грудки. Получается, вот эту курочку я обжарю в сухарях. И положу сверху на рис с овощами. Так, дальше. Вот это у нас здесь два окорочка. Нарезала я их вот такими вот кусочками мяса, без шкурки. Шкурку я сняла. Вот такими вот, ну, как кубиками, такими крупненькими нарезала. Это я буду тушить. Получается, просто на сковородке, с бульончиком, соль. Ну, приправы, наверное, не буду ложить, потому что это хочется такое более натуральное сделать. Вот. Буду тушить. И тоже можно подать там с картошечкой, с каким-то, ну, с каким-то гарниром. Получится, должно быть очень вкусно. Так, здесь у нас тоже, здесь получается два окорочка. Нарезала я их очень-очень меленько постаралась. Конечно, мелко. Нож у меня немножко затупился. Вот такие вот мелкие кусочки. Можно было еще меньше. Это будет рубленные котлеты куриные. Очень мне понравилось. Помню, я готовила только с бедрышек, но вот было два бедра, получилось не так много. Поэтому здесь два окорочка. Будет больше. Так. Вот рубленные котлеты. А вот это, это остатки. То, что шкурки остались, какие-то жирки. Это пойдет уже на фарш. Сейчас у меня мяса на фарш нету, поэтому я сейчас это все заморожу. И когда появится мясо, я это все разморожу и буду делать фарш. Так, ну вот такие вот у нас заготовки получились. Хотя они не доведены еще до конца, но я считаю, что это все равно облегчит труд в дальнейшем. Если я заморозила бы целую курицу, потом бы я ее размораживала, делила бы. Я думаю, что все-таки вот такие небольшие заготовки, хотя бы нарезка, но это уже большой плюс. И что оно облегчит в дальнейшем труд. Поэтому вот я считаю, что это очень полезное, как бы такое занятие, чем я сегодня занималась. В дальнейшем оно как бы мне сделает большой плюс. Достали пакетик, разморозили. И вот что хочу сказать, что каждый пакетик это уже на один раз приготовить. Достали, разморозили, все. И вы готовите, что не надо размораживать целый пакет, потом там половину убрать, половину опять замораживать. В общем, вот без всякой такой волокины. Поэтому думаю, что видео было вам интересно. Ставьте классы, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. А также можете написать, если вы тоже делаете заготовки, можете написать рецепты своих блюд. Я попробую их обязательно приготовить. Ну, если вам интересно, вы можете следить за моим каналом. В дальнейшем я буду выпускать по мере возможности, что я буду готовить, как я буду готовить с этих заготовок. Наверное, все-таки это будет в шорцах. Всем большое спасибо за внимание. Всем до свидания и хорошего вам дня.